В Кремле в Свердловском зале состоялась торжественная вручение ленинских премий 1967 года деятелям литературы и искусства. Председатель Комитета по ленинским и государственным премиям в области литературы, искусства и архитектуры Николай Тихонов поздравил лауреатов с высокой наградой. Диплом и почетный знак награжденного посмертно поэта Михаила Светлова получил его сын. Дипломы знаки лауреатов Ленинской премии вручены композитору Каракараеву, народному артисту Советского Союза Игорю Моисееву, народному художнику Российской Федерации Юрию Пименову, народному артисту Советского Союза Рубену Симонову. Собравшиеся пожелали лауреатам, выдающимся деятелям советской культуры, новых творческих успехов. В Москве министр иностранных дел СССР Громыко и министр иностранных дел Италии Фанфани подписали консульскую конвенцию между Союзом Советских Социалистических Республик и Итальянской Республикой, а также соглашение между правительством СССР и Итальянской Республикой о сотрудничестве по вопросам туризма. В Кремле председатель Президиума Верховного Совета СССР Подгорный вручил ордена Ленина и золотые медали серп и молот выдающимся советским писателям Леониду Максимовичу Леонову и Михаилу Александровичу Шолохову героям социалистического труда. Сердечно поздравив писателей, Николай Викторович Подгорный подчеркнул, что советские люди читают произведения Шолохова и Леонова с большой любовью. В Кремлевском дворце съездов состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию Общества Красного Креста. Советский Красный Крест занимает достойное место в международных организациях, выступая наиболее последовательным поборником гуманных целей этого общества. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Демичев огласил указ Верховного Совета СССР о награждении Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Советского Союза орденом Ленина. Союз Обществ отмечен этой высокой наградой за большие заслуги в оказании помощи советскому здравоохранению за активное участие в борьбе за мир. В Подмосковье весна, ранняя дружная. Идет-гудет зеленый шум, зеленый шум, весенний шум. А эти кадры сняты на весенних пастбищах Южного Казахстана. Здесь, на местных племенных заводах, выведена новая порода танкорунных овец. Это результат многолетнего труда большого коллектива ученых, животноводов, специалистов. На стриг шерсти у южно-казахстанских мереносов достигает 10-12 килограммов. Особенностью этой породы овец является также выносливость, что очень важно при больших перегонах. Низовья Волги. Главная примета весны здесь – начало путины. Успешно идет лов рыбы в колхозе имени Ленина, одном из передовых хозяйств Астраханской области. План первого полугодия рыбаки выполнили на два месяца раньше срока. На земле Южного Вьетнама сея смерть и разрушение продолжают свои бесчинства американские агрессоры. Злодеяния интервентов вызывают справедливый гнев и осуждение всего прогрессивного человечества. В Соединенных Штатах Америки нарастает волна протеста против грязной войны. Призывники сжигают свои военные карточки, не желая участвовать во вьетнамской авантюре. Движение сторонников мира вступило в Соединенных Штатах Америки в новый этап. Оно характеризуется все большей массовостью и большим накалом борьбы. В канадском городе Монреале начала свою работу всемирная выставка Экспо-67. На огромной территории раскинулись павильоны шестидесяти двух стран. Всеобщее внимание привлекает сделанный из стекла, стали и алюминия павильон Советского Союза. Выставленный в павильоне экспонат рассказывает о достижениях Советского государства в области науки, техники, культуры. Экспо-67 одна из самых больших всемирных выставок. Она будет открыта в течение 183 дней. В Москве состоялся весенний фестиваль искусств. Выступает государственный заслуженный литовский ансамбль песни и пляски литово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ На сцене государственные заслуженные ансамбли армянской народной песни и пляски. Танец с саблями Арама Хачатурян. КОНЕЦ